Здравствуйте дорогие друзья! Вы находитесь на канале ветеринарной клиники Био-Вет и в этом выпуске мы с вами поговорим о таком заболевании как ушной клещ у кошек и собак. Причин по которым могут возникать ушные инфекции у кошек и собак великое множество. Ушной клещ или отодиктос не является самым распространенным заболеванием, однако он очень опасен для животных, поэтому при малейшем подозрении на возникновение ушного клеща у вашего питомца стоит сразу же обратиться к ветеринару. Чаще ушной клещ бывает у кошек. У собак данное заболевание чаще всего протекает в щенячьем возрасте. Ушной клещ питается эпидермисом и ушной серой животного. Он поселяется в ушном канале у животного, в результате чего возникает воспалительный процесс, который провоцирует активное выделение ушной серы. Ушной клещ причиняет очень много дискомфорта животному из-за сильного зуда. Первым симптомом данного заболевания является то, что кошка или собака начинают очень активно чесаться в области ушей, а также мотать головой из стороны в сторону. Очень часто собаки при данном заболевании начинают чесать уши о землю. При прогрессировании ушного клеща вы можете заметить неприятный запах от вашего питомца, а также появление кровоподтеков на ушах. Постоянное расчесывание и появление кровоизлияния у собак может привести к тому, что у них на ушах появится гематома. Если внимательно рассмотреть ушную раковину кошки или собаки, пораженные ушным клещом, то очень легко заметить темно-коричневые и черные пятна, которые расположены по всему ушному каналу. В принципе, заметить ушного клеща можно невооруженным глазом, однако лучше это сделать с помощью лупы. Вы можете его увидеть в форме белых точек, которые перемещаются на коричневом фоне. Очень важно при малейших подозрениях на возникновение ушного клеща немедленно обратиться к специалисту, а ветеринар возьмет соскоп с ушного канала для того, чтобы провести более детальное исследование. Если халатно подойти к борьбе с данным заболеванием, то ушной клещ может привести к дальнейшему дегенеративному процессу ушного канала и барабанной перепонки, что в свою очередь может привести к глухоте. К тому же при поражении ушным клещом могут возникать вторичные инфекции грибковой или бактериальной природы, поэтому возможно понадобится применение ряда антибиотиков, которые может назначить только специалист. Вот почему очень важно своевременно обратиться за помощью к ветеринару. Возможно ли лечение ушного клеща в домашних условиях? Сразу скажу, что нет, так как неспециалисту очень легко спутать данные заболевания с какой-либо другой инфекцией. И владелец кошки или собаки будет лечить своего питомца от ушного клеща, хотя тот может стрелять совершенно от другого заболевания, которое требует совершенно другого лечения. Поэтому лучше не заниматься самодеятельностью, а сразу обратиться к специалисту за помощью. Для лечения ушного клеща чаще всего используют промывание. Это очень действенный метод для того, чтобы избавиться от самого клеща и продуктов его жизнедеятельности. Также предполагается дальнейшее использование инсекцицидов. Широко распространено использование масел и капель, которые впрыскиваются в уши. Также стоит сказать, что ушной клещ это очень заразное заболевание и легко передается от кошки к собаке и наоборот. Что касается людей, то люди не подвержены данному заболеванию, поэтому оно для них не опасно. Поэтому, если в вашем доме имеются другие питомцы, то стоит изолировать зараженное животное от остальных. А на этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, если оно было вам полезно и подписывайтесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых и полезных видео от ветеринарной клиники Био-Вет. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok